Здравствуйте! Зачастую люди и не подозревают, сколько интересного и необычного таит в себе окружающий мир. Взять, к примеру, привычные нам лекарства. Некоторые из них скрывают настолько любопытные факты, что порой в них даже сложно поверить. К примеру, врачи неспроста рекомендуют запивать лекарства только водой. Например, если запить таблетку молоком, то она потеряет свою эффективность и просто не подействует. Но пару столетий назад в России и за рубежом лекарства запивали только пивом. В лечебных заведениях Санкт-Петербурга пенный напиток даже выдавался пациентам, готовящимся к выписке. В XIX веке пиво считалось общепризнанным средством дезинфекции, укрепляющим иммунитет и повышающим общий тонус организма. В Германии даже основали тогда специальный институт пива. Ученые, исследовавшие пенный напиток, пришли к выводу, что литр нефильтрованного пива принесет для человеческого организма гораздо больше пользы, чем литр выпитого молока. Наверняка немногие знают о том, что в 20-х годах XIX века в американских аптеках продавался обычный кетчуп. Он считался верным средством при лечении экземы и облысения и даже был запатентован как лекарственный препарат. Хотя сегодня кетчуп применяется в кулинарии, а не в медицине. Но входящий в его состав пигмент ликопин является очень полезным для организма антиоксидантом. Даже в свежем томате концентрация ликопина намного ниже, чем в кетчупе. Ну а в наши дни ликопин можно купить в аптеке в виде таблеток.